Здравствуйте! Меня зовут Елена Казанкина, я основатель кулинарной студии. И сегодня мы с вами приготовим очень быстрый и простой рецепт бестроганов из куриной грудки в сливочном соусе с шампиньонами. Для приготовления бестроганов из куриной грудки в сливочном соусе нам понадобится 2 куриные грудки, 6-8 шампиньонов, лук, сливки 20% жирности и специи по вкусу. Я люблю готовить легко и с удовольствием, поэтому рецепт будет быстрым, вкусным и достаточно простым. Готовить мы это будем на сковороде, без крышки, потому что куриное мясо готовится достаточно быстро, чтобы домашние не заждались вашего ужина. Для начала мы нарежем мясо. Берем куриную грудку и нарезаем ее тонкими слайсами. Вообще бестроганов достаточно простое и быстрое приготовление. Этому способствует нарезка продольными тонкими полосками поперек волокон, для того, чтобы процесс приготовления не утомил никого, ни того, кто готовит, ни того, кто ждет долгожданного ужина. Нарезку лука производим таким же способом, чтобы форма нарезки в наших бестроганов была одинаковая, и все было красиво, эстетично и одинаково приготовилось. А также подготавливаем грибы. Шампиньоны очень сильно впитывают влагу, поэтому есть один секрет. Их не обязательно мыть, их достаточно просто почистить, чтобы они оставались у вас чистенькими, беленькими и сухими. И у вас получается красивый, сухой, чистый гриб. Итак, приступаем к процессу приготовления. Берем сковороду с хорошим толстым дном. Это индукционная плита, поэтому мы берем сковороду, которая подходит для такого вида плит. Разогреваем ее. Таким покрытием, с такой поверхностью, можно готовить даже без масла. Но мы не будем сегодня следить за калорийностью особо, поэтому добавим его. Нам это нужно для того, чтобы он от нас красиво поджарился и стал карамельным лук. От этого наш бестроганов будет еще вкуснее. Сковорода хорошо разогрелась. И мы закладываем туда лук. Немножечко его потревожим. И первое время мешать не будем. Пусть он у нас немножечко прижарится и закарамелизуется. Тем временем мы нашинкуем грибы. Стараемся шинковать их такими же полосками, чтобы в результате все выглядело красиво, эстетично. Вы можете готовить это блюдо не только с шампиньонами. Вы можете брать туда вешенки и даже белые грибы. В случае с белыми грибами процесс приготовления немного увеличится. А шампиньоны – это грибы, которые, в принципе, можно есть в сыром необработанном виде. Сейчас покрытие на посуде просто замечательное все. И чтобы оно использовалось у вас долго, но все-таки я вам рекомендую не пользоваться металлическими острыми приборами, а использовать специальные для этого лопатки. Шампиньоны. Не думайте, что их много. Они хорошо ужариваются. И тоже оставляем их с луком, чтобы они прижарились. Ароматами. И уже в последнюю очередь добавляем куриное филе. Куриное филе готовится очень быстро, поэтому мы его добавили в последнюю очередь. Разделяем кусочки между собой, чтобы они хорошо прожарились, чтобы они хорошо приготовились, чтобы каждый из них индивидуально прочувствовал масло и тепло сковороды. Вот теперь уже можно посолить и добавить ароматных специй. Посмотрите, наша курочка хорошо прожарилась. Благодаря хорошей сковороде мы смогли это сделать даже без крышки. И теперь финальный аккорд. Мы заливаем это сливками, чтобы получился красивый и вкусный соус. Сливки я вам рекомендую брать больше 20%. Для того, чтобы соус получился густым. Вот, посмотрите. Сливки загустели. И у нас получается нежнейший, нежнейший сливочный соус, который с корочкой, ох, как замечательно сочетается. Сегодня у нас не гарнир, просто макароны. Он к бестрогану прекрасно подойдет. И картофель, и какие-нибудь крупы. В общем, то, что любят ваши дети. И мы же. Наш бестроганов из курочки готов. Приятного аппетита. Елена, вы настоящий специалист по посуде. Сегодня вы готовили вот в этой сковородке. Рассказывайте, как она себя показала. Сковородка чудесная. Самое главное, что она подходит для всех видов плит. То есть, на самом деле, в магазинах не всегда можно найти посуду, которая подходит даже для индукции. Это очень важно. Потому что индукция сейчас просто очень широко пошла в наши дома. Да. Хорошее толстое дно. Хорошие толстые стенки. Вы видели сами, что продукты прогреваются очень быстро, очень равномерно. И без крышки мы приготовили вот такое чудесное блюдо очень быстро. То есть, если вы захотите приготовить быстро и вкусно, пожалуйста. Вот. Я рекомендую. Ну что ж, Елена, я очень рада, что вам это понравилось, потому что эта сковородка – это подарок от нашего спонсора. Спасибо. От нас, вам, для того, чтобы вы своих клиентов радовали, а может быть, и дома радовали своих домашних. Я буду с удовольствием пользоваться этой посудой. Честно говоря, я в нее влюбилась. Я люблю посуду, остановить это уже невозможно. Поэтому, если вы увлеклись посудой, готовьте дополнительные полочки и шкафчики. Это про меня. Сегодня посуду под маркой «Кукмара» знают и ценят во многих городах России. В ассортименте и просто литая посуда, и посуда с антипригарным, керамическим или декоративным покрытием. С посудой «Кукмара» ваши блюда будут вкусными и полезными, а сама посуда станет украшением на вашей кухне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова